Медицинское обслуживание в пятой поликлинике Йошкаралы, более известный как травмпункт, в последнее время вызывало немало нареканий со стороны пациентов. Чтобы улучшить работу медицинского учреждения, в Минздраве Республики приняли решение о его реорганизации, а точнее присоединении к поликлинике номер один. Что отныне изменится и где теперь смогут получать помощь пациенты с травмами, разбиралась наша съемочная группа. Итак, поликлинику номер пять ждет реорганизация. Что конкретно изменится для нас пациентов, которые, к сожалению, не застрахованы от обращения в это медицинское учреждение? Оно специализируется на оказании помощи больным с травмами, а также ортопедического профиля. Сюда обращаются как дети, так и взрослые из Йошкаралы и близлежащих районов. Отделение дневного стационара и реабилитационные кабинеты, которые оказывают реабилитационную помощь, это кабинеты физиолечения, кабинеты массажа, будут переведены в отдельно стоящее здание первой поликлиники. Это бывший детский сад на улице Петрова, где располагается отделение реабилитации первой поликлиники. Кроме того, будут объединены бухгалтерии, соответственно, кабинеты бухгалтеров также будут высвобождены. И за счет высвобождения тех площадей у нас появляется возможность расширить приемы врачей-травматологов-ортопедов, во-первых. Во-вторых, появляется возможность разместить второй рентген-аппарат на территории этой поликлиники, который мы планируем закупить в ближайшее время. С 1 августа изменится сам режим работы поликлиники номер 5, то есть травпункта. Пациентов по неотложным показаниям при острой травме принимать здесь будут по-прежнему, но только с 8 утра до 8 вечера. А с 8 вечера до 8 утра, то есть в вечернее и ночное время, пациентам придется обращаться в дежурные стационары на территории Южкоролы. Их три. Детей с травмами будут принимать в детской республиканской клинической больнице в любой день недели. Взрослым по понедельникам, средам и субботам помощь окажут в республиканской клинической больнице. В остальные четыре дня недели прием будет вести городская больница. По статистике, в ночные часы в травпункт обращались от 4 до 12 человек. Конечно, это станет дополнительной нагрузкой в работе врачей дежурных стационаров. Но ситуацию здесь понимают и к работе в новых условиях уже готовы. Для нашей больницы особенно много-то ничего не изменится, потому что мы со дня основания больницы оказываем круглосуточную ортопедо-терматологическую, хирургическую и педиатрическую помощь. То есть все 7 дней в неделю, круглосуточно. Положительные моменты, они существенны для пациентов, потому что у нас прекрасный рентген-кабинет с не одним рентген-аппаратом. Поэтому время ожидания рентгеновского снимка резко сокращается, это моментально. В принципе, мы готовы. Увеличили штатное расписание, то есть нам вот сейчас будем принимать дополнительного медицинского работника. Открываем еще дополнительный кабинет, где будет проводиться УЗИ-исследование. У нас уже введена дополнительная должность травматолога, у нас будет дежурить два травматолога. То есть мы к приему пациентов этих будем вполне готовы. Остается напомнить, что нововведения ожидаются с 1 августа. Но и после этого поликлиника номер 5 Южкоролы в дневное время будет по-прежнему принимать пациентов даже по выходным и праздничным дням. Продолжение следует...